Итак, 500 лет назад великим святым было предсказано, что настанет время, когда в каждом городе и деревне будут петь Харе Кришна Махамандру, великую песню освобождения. И Виктор Цой пел по этому поводу. Я ждал это время, и вот это время пришло. Те, кто молчал, перестали молчать. Те, кому нечего ждать, садятся в седло, их не догнать, уже не догнать. А тем, кто ложится спать, спокойного сна. Другими словами, это знание никогда не выходило за пределы Индии. Оно не давалось людям, которые находятся за пределами, которые могут неправильно использовать это знание. Но теперь особая милость, и это знание, наконец-то, вышло за пределы этой священной земли. И Виктор Цой пел как раз по этому поводу, что те, кто молчал, перестали молчать. И те, кому нечего ждать, садятся в седло. Это про тех, кто встал на духовный путь развития, и их не догнать, уже не догнать. Они уже очень быстро возвышаются, обретают духовные качества и постепенно-постепенно перебираются на планету духовного мира. Есть духовный мир, это не фантазия, это не какие-то выдумки, сказки. Есть духовные планеты. Там живут люди, которые более высокоорганизованы, которые любят друг друга и любят Бога. И там каждый день праздник, что ни слова, то песня, что ни шаг, то танец. Так описывается духовная реальность. Там все поют, танцуют, веселятся. И все находится в гармонии и согласии с верховной личностью. И эта песня помогает нам туда вернуться как раз. Обрести эти качества, которые мы утратили в материальном мире. Попав под влияние иллюзорной энергии, я и мое... Мы сюда еще вернемся. Сейчас мы пойдем петь по улицам Екатеринбурга. Еще три с половиной часа у нас воспевания на улицах столицы Урала. Так что вы очень все удачливы. Те, кто поет, те, кто танцует, те, кто слушает. Они все получают огромнейшее благо. Даже трудно описать за одну жизнь, какое благо получает человек, который слушает Святого Имя Бога. Да ладно, обид есть. Трудно описать. Трудно. Многие святые во всех традициях пытаются описать славу Святого Имени. Но это бесконечный процесс. До конца невозможно описать славу Святого Имени. Насколько это могущественная вибрация. Так что каждый может попробовать. У себя дома, под подушкой, под одеялом. Если стесняются здесь, петь Святого Имя, то придя домой, можно повторить Харея Кришна и Рама. И вы ощутите счастье, которого никогда не ощущались в этой жизни.